здравствуйте с вами ольга все не хочу рассказать о печальных событиях в своем саду я делала ролик в апреле месяце я рассказывал о том что у меня северо-западный регион в нашей части деревни песок-песок моих соседей не выживают никакие деревья там до яблони даже мерзнут сортовые сирени а я говорила что я все укрываю подушкой навозные деревья обкладываем меня выживают они мы когда сюда переехали 5 лет назад из города из питера деревню мы завели коз я сразу же тоже посадила деревья я хотела очень много фруктовых деревьев чтобы мои дети ели их вот я насадила их много но так как я знаю что здесь я уже поняла что здесь песок я разговаривал с соседями которые говорят что у тебя не будет здесь фруктового сана я говорю будет вот я обкладывала навозом все деревья и они у меня выживали какая бы здесь зима не было и было минус 25 без снега и было всяко разное и не было зимы а весной приходили сильные там тоже морозы все выживало вот а в этом году с катаклизмами зиме у меня погибли очень много деревьев погибло где-то семь деревьев скорее всего точно погибло едва под вопросом эту гибель своих деревьев я связываю с тем что у нас в начале марта были очень сильные оттепли где-то неделю стояла плюс 6 температура и ночная в том числе то есть ночных заморозков тоже не было морозов у нас весь снег который выпал а его было много он весь растаял и плюс 6 до практически неделю было а потом через два-три дня резко понизилась температура до минус 36 из-за этого я потеряла свои розы некоторые потеряла некоторые просто я обкарнала по полной программе были морозобоины очень сильные по розам не выдержала конечно побег не выдержал кора не выдержала вот такой смены перепады температуры я тут недавно слушала тоже одну девочку тоже из ленинградской области я так понимаю что у многих очень потери по деревьям в этом году ленинградской области вот но и все связывают это именно с тем что такой был перепад температуры а вот но самое обидное на самом деле для меня что погибли посадки и не только прошлого лета я прошлом году тоже сажала летом прошлым летом сажала ближе к осени деревья они погибли я могу понять хорошо они погибли понятно зима такая сложная была но погибли растение которое сажала 45 лет назад которые всегда все у меня здесь призимовую призимовывали все было хорошо привиты на деревья которые выдерживают наши условия и они тоже у меня погибли в этом году прямо очень вначале тоже когда приехала хотела и абрикос посадить и черешни у меня кстати вот росли я тут недавно отдачу задачу смотрела наташа они тоже посадили абрикос я тоже загорелась думала у вас тоже посажу абрикоса в итоге думаю какой мне теперь абрикос конечно абрикосов черешина я откажусь но сейчас я вместе с вами вместе пройдусь смотрю что у меня с яблонями черешнями вишнями сливами которые скорее всего погибли у меня в этом году от вот этих перепадов температур у нас немножко погода испортилась на я надеюсь что нет не помешает снять смотрите вот вишня это шоколадница сейчас я вот шоколадница я ее садила прошлом году весна вот не листьев ли что ничего сейчас попробуем и посмотри что светкой ну вот вот видите ветка темная значит она меня умея орла здесь то же самое вот какая-то ветка знаете покраснее повыше сейчас я стригану вот все то же самое что она у меня умерла это вот в том году я сажала летом но здесь по крайней мере понятно то есть не перезимовала вот это у меня черешня все было с ней хорошо в прошлом году она у меня прекрасно росла прекрасно цвела давайте посмотрим веточку тоже самое все очень печально получается что ничего мне не сохранилось то же самое все черное такие яблоньки и черешни точнее черешни черешни это у меня на самом деле уже лет четыре или пять посмотрите у нее я увидела вот такую видите я не знаю то есть это может быть и от этой зимы вот то что морозобой она пошла потому что у нас в этом году еще где-то в декабре был ледяной дождь все у меня было во льду я показывала делал ролик оставлю наверно ссылку на этот ролик у меня просто все было все было во льду мы тут вообще ходить не могли мы все катались даже у меня курицы которые вышли гулять я у меня не зимой бывает выходит осенью они вышли гулять и они просто не могли до дома дойти обратно потому что там немножко уклон и они скользили они падали я это тоже сняла какой-то не сняла как мы старший сын 11 лет пытался этих кур обратно засунуть домой потому что он сам не мог там ходить то стоит только ползко ползком то есть у нас был такой ледяный дождь и плюс то что в марте были оттепели и потом минус 36 конечно это все дало свое вот таким такие потемнения на побегах пошли дальше смотреть это вторая это черешня там была вишня это черешня а вот эти яблоньки он видите вот это яблонька у меня цветет полукарлик это такая декоративная больше яблонька вот здесь у меня яблоня смотрите тоже да я вам показывала думаю что может быть просто она не может распуститься в почки вот вроде у нее есть все хорошо а почему-то она не распускается ну давайте посмотрим тоже веточку сейчас какую-нибудь обрежу вообще даже жалко потому что конечно она была тоже у меня хорошая нот я не понимаю но судя по всему вот что-то уже начало происходить какие-то изменения внутри да очень-очень жалко но давайте веточку с листиками срежем но не белый срез вот такой темный очень-очень печально то есть она вроде как пошла и в то же время но видимо то что подмерзла не знаю и не хватает видимо соки вроде пошли но частично видимо подмерзла и все и не доходит пойдемте дальше это вишни мне тут вот антоновка с ней все хорошо вот игрушки у меня тоже вот это дерево я тоже посадила в прошлом году это у меня по моему слива вот смотрите снизу тут идут вот побеги вот побеги идут то есть она вроде ничего ну вот на срезе вот видно на срезе темная здесь то же самое получается вот на срезе темная ну вот здесь смотрите кстати вот почка если видно вот почка какая-то идет но здесь все равно середина не знаю вот она вот вроде пытается да но не может вот и я не знаю что с этим деревом пока пускай стоит и может быть оклемается дальше у меня была слива сортовая а это яблонька этому яблоньку давно уже посадили я посадила вот у меня здесь такое небольшое болото это у нас тут септик выливается вот и я сюда вот ирисы посадила вот они растут и сюда же ближе я посадила некоторые плодовые деревья потому что так влаги мне не хватает и я решила что она корешками сюда будет идти здесь побольше влаги будет вот грушка у меня там растет вот она это груша ей хорошо там черноплодка тоже хорошо а вот это яблоня я не знаю ну вот сейчас уберу ветку ну смотрите так-то вроде так ветка вроде не знаю вроде ничего ладно подожду еще ее но что-то вот она не хочет никак листики распускать не знаю вот никак не получается у нее вот тут красоточка возле которой я стояла вот она она у меня цветет но это яблонька тоже декоративная это с маленькими-маленькими яблочками они как вишенки но я думаю детям самое то мне она нравится по цвету по красу и яблочки такие мы маленькие детям как раз на зубок покушать здесь у меня все в траве это мы тоже не все сразу косим я кашу возле клумба а вот в таких местах у меня здесь заросли но мы косим козам чтобы было что козочкам дать своим покушать ну вот смотрите вот это тоже у меня черешня она всегда у меня была замечательная хорошая но вот сейчас тоже вот в таком состоянии стоит ни туда ни сюда я не знаю кажется что вот почки вообще цветочные вот тут кругленькие такие но почему-то вот она тоже молчит я не знаю давайте сейчас веточку какую-нибудь уберем которую не жалко но очень на среде получается вот то есть тоже как-то да не беленький срез не знаю здесь срез тоже плохой не очень мне нравится но подожду посмотрим не знаю здесь я не вижу ни морозобоин нету ничего нету не знаю почему она почему она у меня не вышла это тоже черешня вот но тоже такая вот веточка давайте срежем какую-нибудь чувствую веточку больше веточкой меньше ну вот тоже срез такой же такой же срез видимо не перезимовали не знаю печально конечно очень печально все это потому что я на них очень рассчитывала это спартанка прямо спартанка и спартанок черевишня ну смотрите какая у меня спартанка вся стоит голая почти все посадки этого лета которые я посадила кроме яблонек кроме яблонек яблоньки все и прошлого лета если я посадила ну которые я посадила прошлым летом они все выжили все хорошо а вишни черешни вот тоже срез такой же видно да такой же срез все погибло надо выкапывать отсюда сделаю здесь значит клумбус розовый ой вот кстати вот эта яблонька вот она прошлого года тоже посадки ну вот она замечательно чувствует себя вот так стоят у меня такие вот раз пенечек два ну не пенечек а голый раз два и там еще вот тут вот еще моя любимая вишня я ее очень люблю она смотрите даже пытается цвести вот цветочек но видите опять вся голенькая я думала влаги не хватает но судя по всему здесь не только влаги не хватает мне очень нравится этот сорт вот этой вишни шоколадница она очень красивая и она не болеет ничем я бросила другие все-таки побаливают а вот эта у меня ничего не болела вишня очень хорошая я ее формировала в этом году давайте цветочку уберем одну ну вот я не знаю вот если кто знает вот подскажите вот из этого может что-то быть или это уже все то есть дерево умирает то есть еще не совсем коричневый ствол ой побег да то есть он еще не умер что-то там живое живая ткань есть но уже тоже как-то не очень очень я конечно расстроена особенно вот этой вишней потому что это моя любимая вишенка была я на нее очень сильно рассчитывала что она мне даст много-много плодов но видимо придется мне все вишни убирать кто-то с гарантией что следующая зима не будет такая же с такими же отипели с такими же сильными морозами получается столько яблони груши хочется вишен ну вот получается у меня 9 деревьев вроде я посчитала это слива черевишня 3 черешни 3 вишни и 1 яблоня вот которые не выжили мне в эту зиму не знаю может еще какую-то ветку срезать посмотреть вот мне кажется даже цвет другой вот здесь такой черный идет уже цвет здесь посветлее я не знаю видно на камере не видно то есть здесь такой светленький а здесь вот уже явно такой темный цвет не знаю можно кажется щипнуть вот нет наверное да получается что нет с вами была Ольга до свидания Аминь